Всем здорова, чуваки! В сегодняшнем видеоролике мы, как ни странно, хотим проверить, действительно ли возможно разрезать стекло обыкновенными ножницами, которыми режут бумагу. Но вы не подумайте, что мы какие-то странные люди и решили придумать такую странную идею. На самом деле все очень просто и такой ролик уже есть на ютубе. Но мы подумали, а вдруг это фейк? Поэтому давайте сейчас возьмем ножницы, возьмем стеклышко и попробуем его разрезать. В сегодняшнем видеоролике будут участвовать три разных вида ножниц. Мы взяли вот таких вот два дешевых претендента, они из фикс прайса. И вот такие вот ножницы Эрих Краузе, то есть топовая фирма. По-любому они будут очень уверенные, очень прочные. В том видеоролике, который мы видели, стекло было толстое. Ну то есть такое, которое вот по стандарту ставится в какие-нибудь старые окна, знаете, обыкновенные стекла. Но сейчас я хочу начать с чего-то более лайтового. Это вот такая вот фоторамочка. Почему же фоторамка? На самом деле все очень просто. Здесь есть тоненькое стекло. Оно в два раза тоньше, чем обыкновенное оконное стекло. Поэтому я думаю, с него стоит начать и проверить наши ножницы, как они себя поведут вот с таким вот маленьким тонким стеклышком. Но для начала давайте его вытащим. Переворачиваем рамку и отгибаем вот эти вот штуки металлические. Убираем картонку, убираем листочек. И вот оно, стеклышко. Аккуратненько его вытаскиваем. Как мы видим, это стеклышко, ну прям очень-очень тоненькое. Давайте возьмем это стеклышко и для начала попробуем разрезать его вот такими вот маленькими ножницами. Посмотрим, как они справятся с этой задачей. Но сначала их распакуем. Слушайте, ну, уверены ножнички из фикс прайса. Сейчас нам нужно взять вот такие вот перчаточки для того, чтобы мелкие осколки не попали на руки. Так, надеваем перчатки. Что за перчатки такие жесткие? Явно мне не по размеру, конечно. Готово. Ну и также не забываем про технику безопасности. Защищаем глаза, мало ли что прилетит. Теперь можно начинать. Так, ну и что, ребята? Берем стеклышко, аккуратненько. Я надеюсь, перчатки не порежутся мои. Берем маленькие ножнички и пытаемся резать. Ух ты, какой звук. Вы только послушайте. Слушайте, пока в это мало верится, что это можно сделать. Ну, давайте попробуем. Не сказать, что это режется очень туго, как-то очень сложно. На самом деле, режется довольно неплохо. Как вы видите, это стекло крошится очень сильно. И аккуратно нарезать его не получится вообще никак. Вы посмотрите, какая трещина огромная. И, кстати, если смотреть на ножницы, посмотрите, что с ними произошло. Вы видите, какие зазубрины стали? Это после стекла. Хотя, возможно, с любыми ножницами произойдет то же самое. Мы же этого не знаем, потому что другие мы еще не проверяли. Но я не буду сейчас также разрезать стекла другими ножницами, потому что есть один маленький лайфхак, при котором стеклышки можно разрезать более аккуратно. Сейчас я вам покажу. Для этого нам нужен аквариум. Нет, я его не буду резать ножницами. Для начала нам нужно наполнить его водой. Так, ну что, ребята, аквариум у нас наполнен. Осталось погрузить стекло в воду и резать уже ножницами под водой. Посмотрим, насколько это будет аккуратно. Должно все сработать. Итак, ребята, берем те же самые ножницы и сейчас будем опускать наше стеклышко в воду. Сейчас я буду резать другую сторону стекла, для того, чтобы сравнить, как мы резали под водой и как резали без воды. Опускаем. Неудобно резать, но как-нибудь попробуем. Так, погнали. Почему оно так неровно нарезалось? По идее, оно должно быть ровненько. То есть я должен был отрезать полукруг идеально ровный. Но в данном случае, по-моему, как-то без воды я резал гораздо аккуратней, чем с водой. Честно говоря, я что-то немножко не догоняю. Почему так? На видео нам показывали, что в воде режется гораздо аккуратней. Что-то очень странная тема какая-то. Но я так думаю, скорее всего, потому что стекло очень тонкое. Давайте возьмем что-то потолще. Мы взяли следующее. Это вот такое вот оконное стекло. Как вы помните, прошлое стекло было очень тонким. Но вот оконное, ну, толще примерно так раза в два. Давайте попробуем нарезать его. Для начала такими маленькими ножничками. Опускаем в воду. Я не знаю, как это описать, но мне кажется, вообще ничего не нарежется. Я не могу сомкнуть руки. Ох, что-то нарезалось. Смотри, смотри, прикольно. Слушай, ну здесь уже аккуратнее режется. Смотри. Не, ну вы гляньте, смотрите. Более-менее аккуратно на самом деле. Никаких трещин нет. Никаких лишних кусков больших не упало. По-моему, все круто. Давайте попробуем нарезать полукруг. Не, я не могу. Это вообще сил не хватает просто резать так. Ну, это уже результат. Если брали маленькое стекло, оно ломалось очень легко. Что в воде, что без воды. Но здесь, слушайте, это удивляет. На самом деле, такими ножницами резать очень сложно. Просто нереально сложно. У меня пальцы уже болят. Давайте возьмем побольше. Вдруг у нас получится резать намного аккуратнее. Так, запомнили этот вариант. Давайте возьмем самые большие ножницы из фикс-прайса. Я бы даже не сказал, что они из фикс-прайса. Довольно внушительные такие. Я думаю, сейчас сил у меня будет гораздо больше. Потому что хват, как видите, здесь уже уверенный. То есть здесь лезает три пальца. Тут один. Сейчас будем замыкать как следует наше стекло и резать его как бумагу просто. Так. Возможно, вы еще не заметили, в чем дело. Вот они, ножницы из фикс-прайса. Покупайте самые лучшие ножницы, блин. Давайте их уберем. И теперь возьмем самые топовые ножницы. Это же Эрих Краузе, понимаете? Это самая топовая марка. Ну, по крайней мере, для меня это самая известная фирма для ножниц, наверное. Сейчас у меня гораздо больше уверенности в том, что я смогу нарезать стекло. Это же не фикс-прайсовские ножницы. Оу. Изи просто. Не сказать, что идеально, но тоже неплохо. Это очень сложно. Я вообще не понимаю людей, которые додумались резать ножницами стекло под водой. Зачем? Итак, ребята, я дорезал стеклышко. Готовы посмотреть результат? Раз, два, три. Давайте наглядно сравним сейчас, как я резал с обыкновенными маленькими ножничками. Это вот эта вот сторона. Как видите, она вообще неаккуратная. Это даже на полугруг не похоже. А вот это с топовыми ножницами. Посмотрите, как офигенно выглядит. Но давайте, мне интересно сделать так. Взять сейчас крутые ножницы и нарезать какую-нибудь форму из этого стекла. Например, сердечко. Получится это сделать или нет? Напишите в комментариях. Мне очень интересно. Давайте попробуем. Я почему-то думаю, что это невозможно. Потому что даже сердечко – это очень такая сложная форма. Вроде что-то получается. Исправляем сторону прошлых ножниц. Да, вот про это я и говорил. Это очень сложная форма. Капец, у меня руки устали. Вы бы только знали. Сейчас мы такое топовое сердечко сделаем. Ни один стеклорез не сделает, блин. Я повелитель стекла и ножниц. Походу, все. Посмотрите. Это идеальное сердечко, которое я вырезал ножницами. Блин, просто из обыкновенного стекла. Конечно, не скажу, что оно суперидеальное, но это же стекло. Это стекло и это ножницы. По-моему, это моя лучшая работа, которую я делал из стекла когда-либо. Это был интересный опыт, на самом деле. Очень прикольно. Ну, с этим стеклом получилось все отлично. Толщина все-таки влияет. Потому что тонкое стекло, где бы я ни резал, оно ломается одинаково. А вот с этим получилось, как видите, очень даже идеально. Но мне вот интересно, что если мы возьмем какую-нибудь тарелку, например? Сможем ли мы ее разрезать пополам так, чтобы одна половина осталась целой и ровной? Давайте узнаем. У нас есть вот такая вот тарелка. Как здесь написано на этикетке, она сделана из опалового стекла. Я не знаю, что это значит. Если вы знаете, напишите внизу в комментариях. Сможем ли мы сделать половинку идеально ровной тарелки? Берем ножнички и режем. Это очень странно. Вообще. Если обычное стекло, ты представляешь, что это какая-то картонка или ДВП-шка там, то здесь, ну это ж тарелка, она полукруглая. Думаю, половинку мы сможем еще сделать пока что. Продолжаем. Слушайте, идеально получилось. Она сама сломалась. Подожди, сейчас мы ее подровняем чуть. Я думаю, так гораздо лучше. Я не могу сказать, что у нас получилось это сделать, потому что она сломалась сама. Могу сказать только одно. Нам чисто повезло, что тарелка сломалась ровно, потому что я сомневаюсь, что мы бы смогли ее разрезать так же. Это, мне кажется, невозможно. Но давайте возьмем кое-что посложнее. Это уже будет стеклянная бутылка. У нас есть вот такая вот бутылка водки. Если что, она пустая. Она осталась у нас из прошлых видеороликов, поэтому мы хотим ее сейчас нарезать. И узнать, получится ли это вообще, крепче ли она, чем оконное стекло. Сейчас узнаем. Но мне кажется, здесь есть один нюанс. Как вы знаете, без воды стекло режется очень плохо. Поэтому мне кажется, что для начала сюда нужно набрать воду, а потом уже резать. Готово. А вы готовы? Сейчас узнаем, что произойдет с бутылкой. Раз, два, три. Она легко режется. Вообще легко. По-моему, это даже легче, чем оконное стекло. Но мне очень интересно, сможем ли мы так же разрезать вдоль эту бутылку, как и тарелку. Но здесь кусочек уже отлетает как бы. Продолжаем. Трещина пошла уже по бутылке. Смотрите, какая трещина большая. Но пока что она нам не мешает. О май гад. Так, ну вдоль, как видите, разрезать ее точно не получится. Но что, если сделать из нее стакан? Сможем ли мы это? Вот давайте попробуем. Сейчас попробуем выровнять ее по кругу и узнаем. Если получится, это будет вообще круто. Так. Она так легко режется вообще. Так, я не сдаюсь. Я еще хочу. Из-за того, что бутылка круглая, ножницы нормально не могут взяться за край стекла. Как вы видите, вот, то есть упирается кончик ножниц. И я не могу нормально резать. Но если мы сможем сейчас хотя бы чуть-чуть выровнять вот этот круг, тогда, я думаю, подровняем вот здесь вот этой частью ножниц. И тогда у нас все получится. Поэтому главное сейчас аккуратненько отрезать. Ну, как сказать. С одной стороны кажется, что вроде все отлично. Но с другой стороны все равно есть косяки в виде вот таких. Если вы захотите таким способом сделать стакан из бутылки, то, скорее всего, у вас все получится. Но я ни в коем случае не советую никому повторять увиденное, потому что это на самом деле опасно. И зачем этим заниматься, непонятно. Но мы занимаемся, потому что это интересный для нас эксперимент. Это действительно что-то необычное. Поэтому, если захотите сделать стакан из бутылки, воспользуйтесь ниткой и огнем. Тогда у вас с легкостью все получится. Если кто не знает, как это делать, просто на ютубе наберите, как сделать стакан из бутылки, и вам все наглядно покажут. Но если вам этот ролик был полезен, и вы действительно подчеркнули для себя что-то новенькое, обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, и спасибо! Спасибо!